Стрельцы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Посмотрим с вами и проанализируем период с 9 по 22 мая 2022 года. Работать сегодня будем с колодами Тарума Риголд, а также с золотыми венецианскими Элья Нормана. Будем смотреть с вами наиболее выязвимые точки, а именно позитив недели, негатив недели, совет от карты, неожиданность периода. Поэтому настраивайтесь на расклад и будем смотреть, что вас здесь ожидает. Так, восьмерка кубков Маг и Смерть. Очень такие интересные карты, сейчас хочу посмотреть о чем здесь. Так, смотрите, здесь кто-то может переживать из-за каких-то кардинальных перемен. Причем перемены это могут быть связаны с детьми, так и, допустим, в целом, с какой-то вашей ситуацией. Потому что восьмерка кубков, допустим, будет на расстоянии с детьми, переживать из-за этого. Либо вы можете отъезжать, допустим, уезжать куда-то и переживать, как все будет. Потому что это ситуация, которая кардинальным образом меняет вашу жизнь. То, что здесь идет в позитиве. По этим картам, вот восьмерка кубков, если у вас было какой-то длительный период заболевания, от которого вы не могли избавиться, либо депрессивное состояние, то Маг и Смерть – это вопросы исцеления. Особенно у вас тут допом идет паш кубков. Поэтому карты говорят о благоприятных для вас переменах, особенно в плане состояния здоровья. И если вы, например, целенаправленно едете на какой-то бальнеологический курорт с целью восстановления ваших сил, улучшения вашего самочувствия, то это однозначно будет продуктивным. Так, если мы посмотрим эту ситуацию с точки зрения личной жизни, и вы, например, на данном этапе свободны, то здесь по аркану Луна – это эмоциональная закрытость, потому что нет доверия кому-либо. Это попытки держать всех на расстоянии, потому что сомневаетесь в искренности чувств тех людей, которые пытаются с вами завязать стабильный союз. Правильно ли вы делаете? Ну, как показывают карты, пока да. А там, как говорится, посмотрите дальше. Если вы находитесь в любовных треугольниках, то смотрите, например, если у вас семья, вы женаты или вы замужем, уходить от любовника или любовницы с целью сохранения семьи. И как следствие перемены, которые кардинальным образом зависят от вас. Если, допустим, вы любовник или любовница, но вы свободны, а не свободна ваша вторая половина, то это, знаете, как вопрос ребром. Или ты со мной настроен семью, или я ухожу. То есть вот так вы будете здесь себя позиционировать и об этом заявлять. Если вы в стабильных связях, то по аркану Иерофант – это укрепление взаимоотношений. Это у кого-то, если вы не были расписаны, это расписаться, либо у кого-то вообще венчание. Потому что, знаете, здесь как желание скрепить себя духовными узами, какой-то невидимой связью, трансформировать ваши взаимоотношения. Если арканы будем смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе вы не работаете, то здесь искать помощи и поддержки в каких-то наставниках. То есть искать какую-то работу дистанционно. Потому что просто помощи извне здесь нет. Это, допустим, только соцвыплаты, субсидии, которые вы получаете, но не более того. А вот если вы в статусе соискателя, то, видите, шанс есть. Тем более под УЗУ Пентаклей. Работа дистанционного плана, либо работы, за которой вам придется переезжать, уезжать. Но тут действительно очень большие возможности. Потому что маг смерть – это быть экспертом высшего класса. Если вы являетесь наемным сотрудником, то по аркану колесница – продвижение вперед. Причем, ну смотрите, у вас тоже может отыграться, знаете, как кардинально в полярных ситуациях. Первое – это вы вообще увольняетесь, переезжаете, видите, переезд, эмиграция и работа там в другом месте. Может быть, у кого-то за рубежом. А у кого-то это повышение, но при этом вас могут переводить в одной филиал, в другую структуру вашего предприятия, как иное подразделение. Ну и как следствие, для вас тоже новые горизонты, новые возможности. Посмотрим ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес. Для вас по четверке кубков идет ситуация некого застоя, потому что это как рассчитывать на те ресурсы, которые были ранее. Нет пока активного продвижения ваших дел, поэтому здесь обращаться за помощью, ну как к новым людям, новые партнеры, новые деловые связи. И вообще у многих может быть желание, знаете, как переориентироваться или переквалифицироваться в другую нишу. Потому что понимать, что, допустим, дело, которым вы занимались до этого, сейчас на текущем этапе может быть не востребовано. Так, что в негативе? Дурак, колесо фортуны, девятка жезлов. Но это ваша внутренняя неготовность, закрытость перед начинаниями. Это могут быть нехватка ресурсов, денег, связанных с каким-то новым проектом. Допустим, вы что-то собираетесь инвестировать, собираете на эту необходимую сумму. Это значительная финансовая помощь вашим детям, которая может понадобиться неожиданно у вас. Знаете, как я говорю, отдать последнее. И по этим картам, это, знаете, как блок в плане адаптации. Почему? Потому что идет неготовность. К эмиграции, к переезду, чувствуете себя чужими, может быть, даже среди своих, как нет эмоциональной подпитки и поддержки. Потому что дурак, колесо фортуны, перемены, которые вас застали врасплох, и вы к этому не готовы. Как следствие, вы пытаетесь их отвергать. Совет по королю мечей. Это, знаете, исходите с позиции разума. Если необходимо для решения каких-то острых проблем, ключевых вопросов, обращайтесь к узкопрофильным специалистам, к экспертам, которые могут действительно, опираясь на свой опыт, дать вам необходимую подсказку, либо вообще помочь решить ваш вопрос. Это, знаете, такой холодный расчет, холодный рассудок. Это может быть просто обращение к мужчине в воздушной стихии, весы близнецы, либо водолей. Потому что, как правило, люди, которые могут мыслить философски, могут мыслить нестандартно, видеть картину объективно, и, соответственно, дать вам необходимую информацию, которая поможет как раз для себя определить какие-то горизонты. Сейчас посмотрим на неожиданность периода. Что здесь будет? Букет, зеркало, трубка. И здесь ребенок. Видите, вот как новые начинания, предложения, которые сложно отдаются, потому что во всем видите подвох. Вот здесь это вот, видите, трубка и погашенная свеча. Это, знаете, как время все расставит по своим местам, всех снимет маски, вы увидите истинное лицо вашего окружения. Но вместе с тем карты говорят, что первое, с одной стороны, да, не будьте наивными, не открывайте душу нараспашку, но с другой стороны, как ключевой такой акцент, не бойтесь начинать нечто новое. Потому что на самом деле, знаете, как осторожность, которая может вам сыграть злую шутку. Ну, то еще смотрите, вот письмо, золотая клетка и всадник. Это как ожидать каких-то бумаг. Для кого-то это, в принципе, бумаги связаны с выездом, потому что, видите, пока ограничения, не можете уехать. Допустим, паспорт, виза, может еще какой-то разрешающий пакет документов ожидать для того, чтобы уехать. Кто-то ждет, здесь будет посылку, либо какую-то ценную бандероль. Но дождетесь, потому что, как показывают карты, ситуация либо проблема решится. Вам в этом поможет вот король мече, который я вам показывала ранее. Поэтому просто, знаете, пока что плывите по течению, все у вас получится. Ну и, в принципе, вот это письмо, золотая клетка и всадник, это еще как получение благоприятных долгожданных известий. Поэтому все здесь со знаком плюс. Так, закрываем вам колесом фортуны, закроем вам тузом пентаклей, чтобы действительно все, к чему вы прикасались, к чему стремились, давало свой результат. Ну, как следствие, активное движение. Если кто-то переезжает, эмигрирует, либо вы собираетесь просто для себя знать о какой-то, планируете отпуск или поездку, чтобы они для вас прошли благоприятно. Я вам искренне от всей души этого желаю. Вот таким у вас выходит расклад на эту семидневку. Я искренне надеюсь, что он у вас отыграется только в положительном ключе, а вы по прошествии времени дайте, пожалуйста, об этом знать. Не забывайте оставлять ваши комментарии, потому что это помогает мне глубже профессиональным читать карты, ну и, естественно, помогает ротация канала и его продвижению. Ну, а для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда можете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!